Всем привет! Немножко обновил себе тут студию и начинаю серию, наверное, из двух, но возможно из трех видео, скажем так, под названием Что взять с собой в дорогу, в путешествия, в просто поездку и так далее. Ну и первое, самое важное, пожалуй, это, конечно же, велоаптечка, тарем наборы и все остальное. В данном видео я расскажу, что вожу с собой, что можно взять еще с собой, чего у меня нету, ну и так далее. Начнем мы, пожалуй, с того, в чем возить, как возить. Это, конечно же, сумки, либо, может, что-то другое кто-то использует. В общем, поехали! Еще недавно у меня была вот такая вот сумочка, купленная в магазине, тут недалеко от дома. Из нюансов она занимает очень много места. Тут идет штырь, вот она вот так вот висит. Ну, понятно, думаю, да? То есть полезное пространство на подсидельном штыре она занимает. Это самый распространенный вариант. Она вот крепится двумя боковыми липучками и фиксируется, вот она вот так, и фиксируется страховочной стропой за подсидельный штырь. Сзади у нее есть моли для мигалки. Довольно удобная вещь, на самом деле. Именно вот сюда вешать мигалочку. Ничего особенного. В общем, это один из вариантов, который имеет право на жизнь. Некоторые предпочитают использовать сумки на руль. Да, это именно сумка на руль. У нее есть функция бананки. В комплекте идут две велкро липучки, такие дебеллы из гипполона. Можно погрузить все сюда и как бы тоже все это будет работать. Но мне это не нравится, потому что нагрузив сумочку на руль, управляемость немножко меняется. Велосипед становится другим. Поэтому по возможности лишний раз я стараюсь сумки на руль не цеплять. Можно использовать и такие сумки. Это кастомная сумка. Она внутрирамная. Бренд украинский Лисенок. Выполнена по моим меркам. Идеально, чтобы сюда заходила одна бутылка, тут упиралась вторая. Обзор на нее и еще на сумочку от Лисенка я, наверное, сделаю на них отдельный обзор. Здесь, как видно, она сквозная. Это моя хотелка. Она вполне логичная. Здесь есть еще некоторые конструкционные решения. В общем, можно все грузить сюда. Ну и третий вариант, это тоже подседельная сумочка. Но у нее есть одно конструкционное необычное решение. Она тоже кастомная делалась, можно так сказать, на заказ. Чуть-чуть неправильно меня поняла швея. Я хотел, чтобы вот эта вещь была здесь на постоянку пришита. Ну, в общем, и так тоже пойдет. Она продевается в рельсы. И фиксируется вот так. Ну и такая же страховочная штука на подседельный штырь. Преимущество такой конструкции в том, что ее можно снять и поставить на раму. Я уже сталкивался с этой проблемой, когда ездил в многодневные поездки. Да и не обязательно это многодневные поездки. Просто ставим сюда баул такой здоровый. И тогда нужно все содержимое этой сумки куда-то перекладывать. А это плохая идея. Потому что обязательно что-то забудется. Что-то не влезет. И так далее. Поэтому вот такое решение. Ну, а дальше я покажу свой вариант велоаптечки. Что у меня находится в этой сумочке. Потому что там есть пара необычных и неожиданных решений. В общем, поехали. Ну, а начнем мы, пожалуй, с одной из самых распространенных проблем. Это, конечно же, проколы. И самое важное, что, на мой взгляд, должно быть в велоаптечке. И нет, это не камера. Это, конечно же, насос. Потому что мы катаем на герметике. Герметик большую часть проколов латает. А вот колесо само по себе не накачается. У меня есть два насоса. Этот я катал с собой в том году. Но из-за того, что перешел на бескамерку, хочу верить в то, что качать колесо понадобится не так часто. Поэтому прикупил себе вот такой насос. Это у меня GIO Air Supply. Довольно здоровый, но очень функциональный насос. Это фактически взрослый насос большой, который используется теперь у меня дома. Сюда ставится нога. Клапан втыкается в колесо. И мы начинаем качать. Вещь обалденная. Требует гораздо меньше усилий. Если качать вот такой пукалкой, например. И в этой моей сумочке предусмотрено место для хранения этого насоса. Но об этом я расскажу в отдельном видео, когда буду делать обзор на эту сумочку и другую. Тоже от бренда Лисенок. Ну а второй насос тоже. Я бы его такой не брал. Он обычный с виду. Но у него есть одно необычное решение. Это манометр. Я уже показывал этот насос в распаковке. Насос довольно коварный. Он накручивается, фиксируется до упора. Дальше мы качаем. И если его обратно выкручивать неправильно, то он выкрутит вместе с собой штуцер. А это значит, что колесо полностью спустится. Его придется качать опять. Второе, что я считаю важным, это, конечно же, камеры. Даже если вы на бескамерке. По теории вероятности, шанс того, что бескамерка не сможет удержать прокол, он существует. Я видел уже это дважды. А еще существует вероятность разбортироваться. И где в поле потом бортироваться, обычным насосом колесо вряд ли встанет. Есть, конечно, решение. Я не уверен, что оно сработает. Это насос с баллончиком СО2. Накрутили, дали напор воздуха. Хочется верить, что оно встанет. В общем, камера. Для сравнения, я ввожу с собой вот такую маленькую ТПУ камеру. Я уже опробовал. Несколько дней поездил. Не на ней, а на другой. Когда не было под рукой стандартных камер. В общем, она держит, она нормальная. Домой доехать ее хватит. Все предметы велоаптечки я ввожу с собой вот в таких вот пакетиках. Они трутся между собой, портятся. Я даже когда-то умудрился свой ключ цветометаля, катая его в сумке на руле, перекрасить в такой коричневый цвет патины. Второе, это камера. Третье, да, и вот, вот почему я ввожу все в пакетиках. Пакетики вот протираются. А представьте, что будет с предметами, которые находятся в этих пакетиках. Придут в негодность. Это мультитул. Тебя мы выкидываем, положим в новый. Благо я целую упаковку таких взял. Я использую вот такой мультитул. Обзор на него я уже делал. Ссылочка будет... Не, не здесь, вот, по-моему, здесь. Ну, в общем, вылезет сейчас белая полосочка. Поэтому особо останавливаться на нем не буду. Здесь есть, в принципе, все, что нужно. Бортировки. Выжимка. Выжимка я пользовался пару раз. Она рабочая. Никаких жалоб нет. Возможно, его придется через годик, через два поменять, то он уже начинает вот. Вот он. Он даже, находясь в пакетике, превращается вот в такой коричневый цвет. Ну, в общем, третье. Но лучше будем вести учет от того, что находятся в сумочке. Поэтому второе. Это мультитул. Насос идет сам по себе. Он в эту сумочку не влезет. И катается на раме. Третье. Это у меня пакетик с расходниками. Латки ТПУ. Для этой оранжевой камеры. Латки с обычной самоклейкой. Скорее, не для себя, а, наверное, кому-то помочь. Еще латки с самоклейкой с другого набора. Чухолка камеры. Наждачка. Резиночка. От таблеток это я перетягиваю. Камеру, например. Ну, тут такое. Все, что когда камера поменял, вот эти вот гаечки остаются. Замок цепи. Переходник с прести на шредер. Ключик для съема штуцера на прести. Ну, эти болтики-гаечки, которые, по сути, не нужны. Но просто лежат, потому что жалко вытянуть, как говорится. Для тех, кто боится, что эти латки могут не сработать, можно использовать вот такие. Клей. В общем, это я с собой не вожу. Я в эти штуки разуверился, когда на шоссейную камеру пытался их приклеить. Дико неудобная штука. А вот эту вот приклеил. Домой точно доедешь. Наверное, особый акцент стоит сделать на замке цепи. Потому что цепь я рвал дважды. И что потом делать? Выжимкаем и выдавливаем поврежденные пины. И, в общем, ставим на место звена замок. Очень выручить. Особенно, если вы где-то в поле. Это может стать проблемой. Также можно положить с собой любого вида отдельно лежащие лопатки. У меня они вот такие. Супер универсальные. Возможно, коротенькие. Возможно, жирные. Чуть-чуть, может, неудобные. Но, в общем, все время они работают. Наверное, я их положу, потому что у меня бескамерка. Не дай бог. Что-то случится. Она очень туго снимается. Прям очень туго. Вот этими лопатками я, скорее всего, сделать это не смогу. Поэтому, пожалуй, положу их отдельно. Тем более, места сейчас у меня стало больше. Дальше, бочонок для ремонта без камерки. Внутри у нас жгутики двух размеров, двух диаметров. Ну и все, больше ничего. Кстати, вот это вот все можно утрамбовать, уложить сюда. Но не хочу, оно будет звенеть, а как-то там упрессовывать, уплотнять. Ну, в общем, он и так работает. Покупал на Алике, там особо выбирать нечего. Три или четыре комплекта было. Но мне понравился именно этот. Потому что он, по умолчанию, вот такой маленький. Дальше. Бутылочка со смазкой для цепи. Пару раз я ее уже использовал. Когда после мойки велосипеда Керхером быстренько протер цепь. Наляпал ее как-нибудь. И поехал. Ну, а второй случай, это пыль. Это после поездки в пыли. Там уже, наверное, километров 50 и уже можно обмазать цепь заново. Шестигранник. Это у меня дополнение к мультитулу. Если обзор посмотрите, увидите, что там не хватает, по-моему, то ли пятерки, то ли четверки. Точно не скажу. В общем, один из самых ходовых ключей, которым, например, оси выкручиваются на колесах. Ну и много чего еще. Его здесь, среди этих ключей, нету. Лопатка вставляется в выжимку. Разрабы решили его не дублировать. Следующее. Это петух. Доставать с пакетика не буду. Покажу лишь для наглядности, что бывает, что может случиться. Вот мой предыдущий. Первый раз с таким сталкиваюсь. Его заживало. Задний переклюк подорвало наверх. В общем, погнуло. Вырвало руками. Я его... Это сделать нереально. Поэтому, не дай бог, петух отлетит. Ну, придется либо переходить на синглспид. Либо вызывать такси и как-то довозить велосипед домой. Вернусь еще к моей барахолке. Вот к этой. Сюда еще бы не помешало кинуть пару спиртовых салфеток. В дополнение вот к наждачке. К этой чухолке. Поверху пройти с спиртом. Полностью обезжирить. И только потом ставить латку. У меня пока их нету. Все никак руки не доходят. Еще вожу с собой перчаточки. Я бы их не покупал и не ложил бы. Ну, просто в какой-то кафешке была подача к бургеру. С перчаточками. Но мы же едим по-зверячему, поэтому перчаточки остались нетронутыми и пошли в велоаптечку. Это если прям вдруг придется реально где-то колупаться, где много какой-то смазки, грязи и так далее. Ну и последнее. Это у нас съемник замка цепи. Вот такая проволочка полностью заменяет вот такие полоскоррупции. Вот она цепь. Тут у нас два замка цепи. Берем вот эту проволочку. Вот он замок. Продеваем. Нужно поставить звено параллельно. Вот оно встало. Мы щелк. И сняли. Вот такая у меня велоаптечка. Это все покупалось, кстати, в Китае. Это и это. Ну и перчатки. Это я не знаю откуда. Все остальное точно из Китая. Ссылочки на все я приложу. В общем, если видео было полезным, то обязательно ставь палец вверх. Не забудь подписаться на канал. В идеале нажми на колокольчик, но не прошу, потому что сам нигде их не жму. Если я чего-то забыл или где-то допустил неточности, то обязательно напиши мне в комментариях. Критика всегда приветствуется. Ну в общем, все. Всем пока. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok